Довольно часто встречается на разных головных соревнованиях, встречаются разные модификации. Смысл в том, чтобы разрезать, ну мы будем разрезать квадрат, разрезать фигуру на две части, которые, условно говоря, всюду плотны. То есть они везде встречаются. Что это значит? Это всюду плотное множество бывает в математике, а для нас это что будет означать? У нас вот есть некая фигура, то есть квадрат мы разрежем на части, мы опять будем разрезать по клеточкам, но в каждом месте должны встречаться кусочек каждой фигуры. То есть что это значит? Что в таком квадрате два на два обязательно должна встретиться клеточка и той фигуры, и одной части, и второй. Ну, например, какое-то разрезание, я сейчас изображу, вот такое будет правильное разрезание. То есть у нас и темная, и светлая часть присутствуют почти везде, дотягиваются достаточно плотно. В нашей задаче некоторое количество клеточек уже будет отмечено. По принадлежности к определенной части, в каждом квадрате два на два встречаются части, кусочки каждой фигуры. И больше ничего не требуется. Больше ничего не требуется, да. Ну, в части две все. Вот у нас есть квадрат 7 на 7, ну и, скажем, мы тут отметим несколько клеточек уже, скажем, в нашей одной части. Несколько клеточек в другой части. Вот это, вот это. Красная одна, зеленая другая. Да. Тут все, именно для того, чтобы хорошо было видно, я использую два разных цвета. Можно из любой красной точки попасть в любую красную, переходя через сторону. Да. То есть это две связанные части. И из любой зеленой можно попасть в любую зеленую, тоже переходя через сторону. Через сторону, да. Типа зеленую. И разрезаем, естественно, по сторонам клеточек. Можно заметить, что если у нас есть много красного, значит, где-то здесь должно быть что-то зеленое. Вот вы видите, что я не понял. Как-то я крашу маленький кусочек красного, а все остальное зеленое. да, Но если, скажем, что за этих 2 клеточек, точнее за этих 3-х, хотя бы 1 должна быть зеленой . А, то есть в каждом квадрате 2 на 2 должно быть хотя бы одна красная и хотя бы одна зеленая если вот эта зеленая, то она тоже будет зеленый значит одна из этих 2 клеточек зеленая в любом случае но если обе эти клетки красные, то entra тоже красный, но у нас получается полностью красный квадрат Часть должна быть связанная. Если здесь две красные, то здесь зеленые быть не может. Значит, здесь у нас одна из них будет зеленая. Но мы уже занимаемся с дизайном, мы знаем, что если мы разыграем обе части, то граница тоже верится на два пуска. Кстати, если у нас где-то здесь зеленая, то вот это вот все должно быть зеленым, а где-то здесь будет красная граница. Вдоль края сетки у нас должны быть два связанных куска. То есть, соответственно, мы можем вот это вот все закрасить зеленым. Почему? А почему туда красный не дойдет? Если у нас здесь где-то красный, то вот этот зеленый, ну, это может... А, мы тогда не дойдем до этой точки. Да, да. У нас получится здесь зеленый, с этим зеленым он будет не связан. Потому что у нас здесь красный, все его отрежут. Отлично. Замечательно. Теперь у нас получилось, что у нас вот здесь уже три зеленых есть. Значит, вот это должно быть красным, значит, у нас будет четыре зеленых. И это тоже должно быть красным. То есть, здесь тоже три. И вот это тоже должно быть красным. И вот это должно быть красным. Тогда вот это зеленое. Да, значит, вот это зеленое должно оказаться. Это красный, там красный тоже, чтобы была связная фигура. Да, вот эти фигуры должны соединяться с красными. Простите, еще можно присоединить вот эту шестерку к этой двушке? Кто знает, как они присоединяются? А, ну вот единичку можно присоединить. Ну вот эту единичку можно присоединить к этой зеленой. Там еще можно из стрелок состоит. Простите, значит красные должны идти вдоль вот этой всей единой? Да, вот эти красные должны как-то выбираться. Здесь у нас зеленые, здесь они не выберутся. Значит они должны выбираться как-то вот так. Там зеленая, зеленая там... Да, здесь у нас три красных уже есть, составляем зеленую. Здесь вот красную составляем. Не зеленую. А, ну вот здесь зеленую, правильно. А, свяжите вот эту большую, там и пробел. Ну вот зеленые наискосок и здесь красные. Чтоб зеленая соединяется с этими, вот это волнует зеленым. Если оно красное, то красные как-то соединятся друг с другом, и эта зеленая кажется у загрязанным. Да. Еще там недавно, вот этот зеленый раз соединится, да. Там красный. Ну вот этот красный надо соединить, надо соединить как минимум вот с этой. Вот этот тоже красный, иначе будет слишком много зеленого здесь. Ну и теперь вот эту часть, нижнюю, надо соединить с остальными. Все-все-все. Вот есть зеленые. И здесь зеленые. То есть здесь, как видим, метод решения очень простой. Сначала мы пытаемся как-то разделить границу на части, а потом главное избегать квадратов полностью заполненных, ну и не забывать соединять части, чтобы они оказались связными.